Добрый вечер! Сегодня понедельник. В принципе, по поговорке день тяжелый, но его можно облегчить тем, что поужинать чем-нибудь таким любимым. Многие, я знаю, любят лепешки с сыром, но для этого едут в воскресенье или в субботу на рынок и там покупают свежие, теплые лепешки. Иногда они домой уже приезжают не совсем теплыми, их приходится греть в микроволновке и не всегда вы знаете из чего и в каких условиях их приготовили. А я предлагаю рецепт, очень простой домашний рецепт лепешек с брынзой и с картошкой. Проверенный рецепт. Если вы попробуете их приготовить, они вам понравятся, я думаю, на рынок уже ездить не будете за этим продуктом. Итак, для приготовления домашних лепешек понадобится, конечно же, мука для теста, кефир. Можно брать сметану, разведенную водой, простогвашу, любой кисломолочный продукт. Яйца. Два яйца в тесто и два яйца в начинку. Сода для того, чтобы гасить кефир. Наоборот, кефир, чтобы гасить соду. И для начинки понадобится брынза, картофель и сливочное масло. Начинаем мы с теста. Тесто для таких лепешек делается очень простое, не дрожжевое, как для вареников. Ну вот, я на глаз положила муки. Теперь подливаю сюда кефир. В кефир сразу же добавляю соду. Примерно чайную ложку на полтора стакана кефира. И вобью сюда два яйца. Обязательно посолю. И теперь тесто должно быть мягкое, пушистое. Вот как для вареников мы делаем. Поэтому подсыпать муку буду постепенно. Вначале я замешиваю то, что есть. А потом совсем по чуть-чуть, буквально по столовой ложке. Я буду добавлять муку. До того состояния, пока тесто будет уже отливать от рук, но будет еще очень воздушным. Не очень крутым. Ну вот, в принципе, тесто готово. При надавливании легко восстанавливается. Поднимается вверх. Достаточно мягенькое и воздушное. Я не собиралась давать рецепт теста. Поэтому я прошу прощения, если кто-то рассчитывал, что я скажу, сколько граммов теста, сколько граммов нужно кефира. Все на глаз. Я думаю, все делают дома вареники. И примерно уже ориентируются. Я просто хотела поделиться рецептом, как приготовить начинку. Ну и собрать вот такие лепешки. Поэтому наше тесто, пресное, бездрожжевое, сейчас будет настаиваться в теплом месте, где-то около получаса, чтобы из муки выдержалась клейковина, и чтобы потом получилось наше изделие. Для этого нужно его накрыть чистой салфеткой и пока отставить в сторону. А я в это время буду готовить начинку. Так, теперь приступаем к приготовлению начинки. Начинка состоит из картофельного пюре. Поэтому я сейчас почищу картофель и поставлю отваривать. Потом в толченую картошку добавляется сливочное масло, два яйца и натертая на мелкой терке брынза. Все это по вкусу, если нужно солиться, потому что брынза достаточно соленая. Чтобы начинка не была пресной, нужно пробовать. Если вам нравится более соленая, можно еще посолить. По желанию туда можно добавлять различную мелкоизрубленную зелень. Я тоже это люблю делать. Но сегодня, к сожалению, я забыла купить зелень. Поэтому начинка будет без нее, но все равно будет вкусно. Я уже разные способы приготовления. Кстати, кроме брынзы, для этой начинки можно использовать любой сыр. Например, очень вкусно получается начинка из картофеля, творога и зелени или из картофеля, зелени и, допустим, мелко натертого твердого сыра. Сегодня я показываю начинку из курицы. Картофель я очистила, помыла и теперь нарезаю достаточно мелко, чтобы быстро варить. Нарезанный картофель заливаю водой и ставлю на огонь. Довожу до кипения, варю минут 20. Собираю мягкости. Потом буду измельчать этот картофель в пюре. Тесто слегка уже подошло. Это, конечно, не дрожжевое тесто. Очень сильно оно не подойдет. У нас лепешки, а не пироги. Но все-таки видно, что оно начало подниматься. Сейчас я выставлю духовку к температуре 200 градусов и поставлю ее нагреваться. Пока буду готовить начинку, духовка прогреется. И мне нужно обязательно слить воду картофеля. снять крышку и оставить его остывать минут на 5. Для того, чтобы, когда я буду вдавить картошку и добавлять яйца, чтобы яйца не свернулись, не свернулся белок от очень высокой температуры. Пока картофель будет остывать, я натру внизу беру кусочек граммов 150-200 и натираю не на самую мелкую терку, можно даже на крупную. сливочное масло Турица я начала. Пока могу ее отставить. И теперь могу заняться картофелем. Я сюда добавлю сливочного масла. Не жалею. Чем больше будет масла и сыра, тем вкуснее будет начинка. И теперь могу уже давить. Воды я здесь почти не оставляла. То есть картофель не должен быть жидким, как пюре. Он достаточно такой крутой консистенции. и теперь я могу немного посолить. И поскольку я сегодня не добавляю зелени, чтобы придать все-таки какую-то пикантность вкуса, я немножко добавлю горчицы. Французская горчица зернышками. И продолжаю разминать. И теперь буду по одному вводить яйца. И продолжать все это соединять в однородный мяс. отварной картофель с маслом, процессной горчицы и немножко соли. сюда теперь я уже добавляю натертую брызу. И перемешиваю до одновольности. Масса получается достаточно воздушная. Она уже не тяжелая. как просто картофель толченая. Потому что здесь есть кивочное масло и два яйца. Поэтому она нежная получилась. Масса. Все. И после этого можно приступать к формированию самих лепешек. рабочую поверхность нужно присыпать лукой. Достаем наше тесто. лепешки. Немного четыре части. Потому что каждой лепешке нужна основа и верх. Теперь смазываем форму растительным маслом дно, форумы и бока. И приступаем к формированию самой лепешки. Из того количества теста, которое я сделала, получится две лепешки. Поэтому нужно разделить на четыре части. На каждую лепешку по две. То есть дно и верхушка. Вот сейчас я буду формировать одно из лепешек. Я раскатываю тесто примерно о величине формы. И сейчас переношу тесто в форму. Руками тоже раскатываю. Чтобы тесто накрывало всю сковородку. Тесто эластичное, поэтому если где-то есть неровности, более тонкие места, можно это все коронить. Теперь я выкладываю равномерно начинку. Разравниваю так, чтобы не доходило где-то на полсантиметра до краев. Теперь раскатываю верхнюю часть лепушки. лепушки. Продолжение следует... Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Все дефекты были устранены. Теперь я приживаю, хорошо распределяю равномерно тесто и начинку. И обязательно, точно так же, как мы выпекаем наполеон или даже из слоеного теста, нашу лепешку нужно очень часто проколоть вилкой. Чем больше, тем лучше. Не поленитесь. Во-первых, будет лучше пропекаться, потому что воздух проходит между слоями. Температура будет быстрее. Во-вторых, лепешка будет подниматься и слоиться. И теперь самое время добавить масло. Когда я добавляла масло в картофель, я оставила часть масла для того, чтобы потом выложить на лепешку. Вот как раз через вот эти проколы будет попадать не только воздух, но будет проходить масло сливочное и пропитывать корж и начинку. От этого они будут только вкуснее и румянее. Масло не жалейте. Можете еще дополнительно сверху промазать оливковым или подсолнечным маслом сам корж, а потом выложить в сливочное масло. Но я думаю, что этого будет достаточно. И вот в таком виде мы теперь будем ставить в духовку. Итак, сформированный корж со сливочным маслом отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, примерно на 25-30 минут. Прошло 30 минут. Наша лепешка готова. Сливочное масло блестит очень красиво. Вот такой солнечный цвет у лепешки. А для того, чтобы ее переложить из нашей формы, нам нужно дать ей остыть минут 10-15. Пока что подождем. Наша лепешка уже не горячая, но еще очень хорошо теплая. И я могу ее уже таким образом перевернуть. В таком виде ее уже можно нарезать на кусочки и кушать пока теплая. В конце позволю несколько советов дать. Первое. Начинки должно быть больше, чем тесто. Тогда такая лепешка вкусная. Сыра должно быть больше, чем картошки. Или вообще можно картофель даже не класть, а только тертый сыр и яйцо. Тогда будет лепешка еще вкуснее. Можно добавлять специи. Можно добавлять перец. Очень вкусный такой вариант, когда много зелени и много специй. Остренькая такая лепешечка. Это совсем немножко другая, чем сегодня. Сегодня она более нежный вкус имеет. Экспериментируйте. Это всегда интересно. Главное, это всегда вкусно. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Продолжение следует...